Норвежская компания Orkla стала владельцем компании NP Foods и принадлежащих ей предприятий Lime Gutas Staboradze, Staboradze Skontitoria и Margarins, в развитии которых норвежское предприятие планирует инвестировать 2 миллиона евро. Об этом сообщил руководитель Lime Roland Gulbis. Исполнительный директор Orkla Кристор Аберг подтвердил, что инвестиции планируются в течение длительного времени с целью развития уже существующих брендов. Аберг также сообщил, что в Латвии не планируется закрывать или объединять предприятия. По мнению главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Энзенча, такая сделка благоприятно скажется на состоянии предприятий, входящих в группу NP Foods. Такое мнение он выразил в интервью радио «Болтком». Эксперт также добавил, что не стоит связывать покупку латвийских предприятий и санкционный конфликт между Россией и Западом. Я думаю, что найден стратегический инвестор. Думаю, что это будет на пользу только предприятий. Стратегические инвесторы помогают и с деньгами, и с нау-хау, и с технологиями. Если мы смотрим на конкретные случаи Orkla, тогда я думаю, что инвестор очень респектабельный, знающий и сильный. Это только улучшит позиции наших известных брендов в будущем. Столь большие покупки, решения не так быстро происходят. Я не верю, что это решилось за неделю и 2-3 недели, даже в месяц. Обычно такие сделки сделаются довольно тщательно и долго. Много проверок разных. И инвестор очень тщательно проверил, что он покупает. Это не 3 иерона. Добавлю, что Orkla уже вложила от 10 до 15 миллионов евро в латвийское предприятие «Спилва» и «Латфуд». Оборот Orkla в 2013 году составил 4 миллиарда 130 миллионов евро. 1600 водителей грузовиков и фур, переводящих латвийские продукты и продукты из Западной Европы, остались без работы или находятся в затруднительном положении. Об этом в эфире «Радиоболтком» заявил министр сообщения Андрей Сматыц. По его словам, ведутся работы над финансированием льгот для пострадавших от санкций водителей. То, что мы предлагаем, это, конечно, возможность отложения налоговых платежей. Какие налоговые каникулы, да? Да, налоговые каникулы. Это возможность кредитных гарантий. Это возможность поиска новых рынков. Это, конечно, и в финансовом плане. Мы подготовили предложение о том, что те, которые платят плату за виньету, тем не надо будет платить ежегодную плату за эксплуатацию автомобиля. Стоит отметить, что в 2013 году латвийскими фурами было переведено более 10 миллионов тонн транзитного груза. А это составляет около 18% от всего перевезенного товара. Численность студентов в латвийских вузах в новом учебном году уменьшится на 5-7%, прогнозирует Министерство образования и науки. В 2014-2015 учебном году в вузах и колледжах будут учиться от 83 до 85 тысяч человек. В прошлом году в Латвии было 89 600 студентов. Уменьшится также число магистрантов и докторантов. По прогнозам, в этом году в магистратуре будут учиться около 11,5 тысяч человек, в докторантуре – 2 тысячи человек. Стоит отметить, что в новом учебном году в школы пойдут 23 тысячи первоклассников, о чем также свидетельствует прогноз Министерства образования и науки. Это на 2 тысячи детей больше, чем в 2013-2014 учебном году, когда впервые за школьные парты сели 20 тысяч детей. Соответственно, увеличится и общее количество учащихся в общеобразовательных школах. По предварительным данным, в этом учебном году оно составит 199 655 человек. На Ратушной площади напротив здания Рижской думы сегодня прошел очередной пикет против решения городского самоуправления по отчуждению муниципальных земельных участков на Луцевсале. Как сообщил корреспондент радио «Болтком», мероприятие приняли участие около 20 человек. Пикетирующие держали в руках плакаты с призывом остановить порядца с приватизацией недвижимости на участках Луцевсала. Напомню, 8 июля прошел первый пикет против продажи муниципальной собственности. Чтобы показать, насколько важна Луцевсала для города, как участок живой природы, противники ее продажи, несмотря на жуткую жару, привели с собой животных – три козы и две овцы. Публицист Агрис Лепинч сегодня, 26 августа, передал в дар Латвийскому национальному музею истории 765 монет времени Ливонской войны. Как отмечает сам Лепинч, монеты 16 века были найдены в ходе раскопок у принадлежавшего ему Леловарского древнелатышского деревянного замка. Публицист также отметил, что монеты хранились в оловянной емкости, которая сохранилась фрагментно. Помимо монет в ходе раскопок у замка, Лепинчу удалось найти и пару серебряных ложек 16 века. Добавлю, что после передачи исторических монет во владение Национального музея истории, Агрису Лепинчу была вручена благодарственная грамота.